Вот в истории сложным минеранием сегодня поставлена точка. Мужчина в надежде попасть в места не столь отдаленные в марте этого года сообщил о бомбе, заложенной в больнице имени Пирогова. Сегодня в Дзержинском суде вынесено решение о его дальнейшей судьбе. Сбылось ли необычное желание оренбуржца, расскажут наши корреспонденты. Из зала суда Ольга Аксенова и Дмитрий Григорьев. Звонок о заминировании Тагир Махмутов совершил 20 марта. Номер Пироговки он набирал с городского таксофона и сообщил в больнице бомба. Слова незнакомства сотрудники лечебного учреждения поверили. Всех и больных, и работников тут же эвакуировали. Но полицейские все проверили и взрывных устройств не обнаружили. Да и сам задержанный, которого сразу же поймали, признался, что соврал. Тагир Махмутов, человек без определенного места жительства, сегодня на скамье подсудимых. Он позвонил, он сразу представился, назвал фамилию, имя, отчество. Сообщил о готовящемся взрыве, о том, что больница мне Пирогова заминирована. Причем, как поясняли свидетели в ходе судебного заседания, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Это было слышно по его речи. Стоит отметить, что это не единственный звонок мужчины в Пироговку. Прошлым летом он точно так же напугал весь персонал. За это и отсидел уже в тюрьме 8 месяцев. Второй проступок обойдется наказанием посерьезнее. Наздачить ему наказание по этой статье в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. От услышанного на лице подсудимого появилось выражение полного недоумения. Он пояснил, что готовился к более длительному сроку. А вы какое ожидание делали? Стройки хотели? Стройки хотели? А зачем вы? Ну, на общее время вы... Разочарованию нет предела, говорит Тагир Махмутов. При этом вопрос с крыши над головой на ближайшие полтора года подсудимый для себя решил. Ольга Аксенова, Дмитрий Григорьев, Орин ТВ.